Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин. И вот мы, как и анонсировали, тема действительно очень серьезная, поскольку мы неоднократно, по-моему, говорили о том, что иногда вот в COVID-19 вот вся эта пандемия заслоняет, может быть, и другие важные проблемы, и области здравоохранения, где люди тоже нуждаются в помощи. И сейчас вот мы как раз-таки хотели поговорить о ситуации с онкологическими больными, насколько для них не хватает средств для того, чтобы продолжить начатое лечение. И об этом мы будем говорить с представителем онкоальянса Арта Лаца с нами на привозке связи. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот, собственно, прозвучало такое заявление организации о том, что ситуация, вот она была оценена как критическая. И в чем это проявляется? Почему вот такие действительно тревожные сигналы вы даете? Знаете, действительно, во время пандемии онкология, как и другие серьезные диагнозы, как бы остались будто за спиной, но на самом деле это не так. И проблема с финансированием онкологических заболеваний уже не первый год. И ситуация с пандемией эту ситуацию только обостранила, сделала серьезнее и больнее. И проблема в том, что если мы смотрим хотя бы, например, на финансирование компенсированных медикаментов, мы в последнем месте в Европе, в Латвии, у нас просто недохватка, мы не можем получать инновативные медикаменты. Если в Европе уже говорят про 10 лет жизни после лечения онкологии, то в Латвии мы еще говорим о 5 лет, и во многом это даже не достигаем, потому что у нас просто нету хороших медикаментов в некоторых ситуациях, вообще нету. Хотя, знаете, как тяжело. Ты знаешь, что лекарства есть, они дорогие, но ты их не можешь получать, потому что государство за них не платит. И тогда остается полагаться только на общество. И надеяться, что у общества не все равно. И именно это мы вместе с другими организациями делаем эту кампанию. Мы хотим сказать, что если даже государство сдалось, потому что у нас действительно такое чувство, что государство сдалось в отношении лечения рака, нам все-таки не все равно. Мы хотим хотя бы морально поддержать тех, которые сталкиваются с лечением рака. Вы понимаете, это не головная боль, когда выпал парацетамол, пошел дома, все хорошо. Лечение тяжелое, побочные объекты тяжелые. Это долго, и это очень дорого, потому что рак очень токсичен для кошелька. Насколько нам известно, для непрерывности, для обеспечения непрерывности лечения в 2021 году требуется около 10, дополнительно 10 миллионов евро. Вы упомянули кампанию, которая организуется. Ее название «Рак нужно победить». Пожалуйста, чуть подробнее об этой кампании, что она подразумевает, на что она будет направлена, кто в ней участвует. Кампания, с одной стороны, эта кампания, вот этот адресат «пациент», мы хотим через кампанию сказать, что ты не один, обществу важно, и рак не должен победить тебя, мы должны победить рак. Но нам кажется, что рак сейчас побеждает и тех, которые принимают решения. Да, правительство, САИМ. И нам кажется, что все-таки, с одной стороны, вот мы будем посылать такие слова поддержки, слова для силы, для тех, которые лечатся, которые сталкиваются с этим диагнозом. И надо учитывать, что рак не касается только человека, который болеет. Вы видите мою лысую голову? У меня трое детей, у меня муж, у меня две сестры, брат, мама и папа. Они все переживают, их всех это касается. И, понимаете, у нас есть лица, мы не невидимые люди, мы реальные люди, которым нужна эта помощь. И, с другой стороны, эта кампания, как бы, ну, все-таки, наверное, давление на государство, что, хей, мы тут, мы хотим жить. И много молодых людей, таких, как я, да, таких, как Сондра, и другие. И с этими кампаниями все-таки хотим привлечь внимание и говорить, что почему люди от ковида, им нельзя умереть, а почему от рака можно умереть. Как будет проводиться эта кампания? Вот каким образом будут какие-то проводиться акции привлекать? Каким образом вы собираетесь внимание к этой проблеме? Да, мы будем вот привлекать внимание тем, что мы будем передавать такое, эти слова силы, слово поддержки через инфлуенсеров, через знакомых, популярных людей, да, передавать такой эстафет, чтобы сделать, как сказать, вот такой сеть, чтобы как можно больше людей присутствовали в этом. и это одна сторона, другая, это инициатива в Манабаус-ЦЛВ, где собираются подписи, уже скоро будет, я думаю, 10 тысяч, наверное, и больше, за то, чтобы в этом году было дополнительно 10 миллионов, и следующим хотя бы 28. Почему я говорю хотя бы? Потому что у нас есть новый онкоплан, он хорош тем, что там впервые учитано желание пациентов, то есть за нас не решают без нас, но проблема в том, что у нас это, мы боимся, что его не профинансируют, понимаете, скажут, да, хороший план, план действительно хороший, но, знаете, денег нет, у нас же учителя и все другие, и это нас расстраивает, и именно поэтому мы хотим все-таки привлечь внимание к этому, к этой проблеме, она хроническая, она хроническая, она годами такая, и ситуация с пандемией просто все это обострило до ненормальной какой-то ситуации, потому что люди не попадают вовремя к врачу, больше таких тяжелых ситуаций, тяжелых случаев, и это очень повлияло на систему лечения, да, и, знаете, честно, по-человечески как-то обидно, вот когда что-то надо для ковида найти, тогда сразу все происходит очень быстро, то, что касается онкологии и других диагнозов, ну, то у нас денег нету, да, всегда там, и траля-ля, все, что, почему, всякие отговорки, почему денег нету, но мы же видим в каких-то ситуациях, они есть, понимаете, я не хочу делать такой разницу, вот пациент с ковидом или пациент с онкологией, потому что, если пациент больной, ему объективно нужна помощь, да, ему нужна эта больница, там не вопрос, но в отношении ковиде есть альтернатива, вакцина, в отношении рака вакцины нету, у нас как бы нету выбора в каком-то смысле, мы загнаны в углу, я лично считаю, почему я сама действую в онко-аллиансе, я считаю, что кому важнее всего наше здоровье, нам, пациентам, нам во первую очередь, и поэтому мы должны поднять свой голос, мы должны друг друга поддержать, потому что мы очень хорошо знаем, как это тяжело, как трудно и долго, и как по-всякому получается, и я думаю, что это моральная поддержка, это уже самое малое, что мы можем делать, это мы можем делать через эти слова поддержки, мы это можем сделать через эти подписи, через то, что мы объявляем Сайме и правительству, что нам не все равно, что мы тут есть. То есть, да, то есть, я к тому, что, как поддержать, то есть, обычный человек может поддержать вас, просто зайдя на Manobals.lv и поддержав вашу инициативу, поставив свою подпись, тем самым он выразит поддержку, и это будет очень важно для вас. Да, это очень важно, понимаете, потому что Рейр уже там, я помню, там некоторое время в другой радио был разговор, где был приглашен наш министр финансов, и я позвонила и задала этот вопрос, что будет с планом онкологии, как будет финансирование, и он уже говорил, план только что вышел, что, ну, знаете, у нас, и все это, все это, это другое, и у меня вот такое чувство получилось, что, ай, да уйди ты с этим, да, и честно, больно, реально больно, но надо подписаться, надо поддержать реально по-всякому и не стесняться тому, что мы хотим жить, ничего другого, это вопрос о том, чтобы жить. Я напомню, мы беседуем с представителем онк-альянса Артой Лацией, завтра будет презентована новая социальная кампания, РАК должен быть побежден, да, ну, предваряя это мероприятие, мы вот беседуем в нашем эфире, скажите, пожалуйста, Арта, мы, конечно, потом, ну, это у нас заведенная практика, расшифровки текстовых бесед с гостями, потом появляется на нашем новостном портале Миксум СЛВ, мы, конечно же, тоже дадим ссылку на Монобал СЛВ, на эту инициативу, которую вы призываете подписать, почему такая разница? В этом году 10 миллионов, а в следующем уже 28? 8. Потому что в этом году уже дефицит, понимаете, уже нету, для некоторых диагнозов деньги закончились, уже их нету, понимаешь, мы живем, как бы, ну, в долгу, государство живет в долгу, и поэтому это уже недофинансировано, уже нехватка. То есть в этом году получается мы как бы бежим позади паровоза, а чтобы не повторилась эта ситуация, в следующем году вы предлагаете уже изначально заложить больше, чтобы хватило. Да, и вопрос не только о том, что заплатить за то, что у нас есть в этом списке компенсированных медикаментов, но чтобы все-таки можно было включить в системе компенсации медикаментов, которые доказали себе новые, инновативные, которые уже включены в гайдлайн Европы, в этих принципах лечения, они уже включены, новые медикаменты инновативные, а у нас их нету, а у нас они просто их нету. А по какой причине их нет? Ну, как говорится, кошелек, понимаете, как НВД смотрят на это? У нас один кошелек общий, там сердечно-сосудочные заболевания, там рак, там все остальное, и вот этот выбор, как найти этот компромисс между интересами каждого индивидуального человека, между этим финансированием этому кошельку, потому что он такой, какой он есть, его просто надо увеличить, чтобы, потому что реальная ситуация показывает, что эта нужда больше, чем она заключена в бюджете, да, и да, миссия пропала, очень хотела что-то сказать. Ну, в целом-то понятно. Понятно, что если не хватает денег, то тогда вдруг получается, это как был фильм «Выбор Софи», ну, страшный выбор, когда женщине говорят, кто из твоих детей, там, ну, вот в концлагере останется жить, она должна выбрать, а кого убьют, и практически, ну, это же и та дилемма, перед которой ставят, выберете ту категорию больных, на всех денег не хватит, кто останется за бортом, то есть это тоже, мне кажется, ну, совершенно чудовищный, бесчеловечный какой-то выбор. Тут, мне кажется, уместно вспомнить слова Каринша, денег никогда не было так много, как сейчас, поэтому, если действительно, ну, я согласен с Артой, если хватает на другие вещи, то докинуть хотя бы 10 миллионов, учитывая тот поток, который Латвия получила, там, на миллиарды идет счет, ну, это копейки, просто, ну, это сравнимо, копейки. Кстати, Арта, по поводу онкобольных, а какова статистика, сколько на данный момент с раковыми заболеваниями живет в Латвии людей, и динамика, как увеличивается, как развивается, к сожалению, эта сфера, ну, увеличивается количество? Около 10 тысяч, но я говорю, это надо умножить с хотя бы два, потому что это болезнь, которая касается семьи, и там статистика нас не обнадеживает, потому что время пандемии показалось, что все-таки это число растет, и понимаете, рак не лечится одним годом, это все-таки довольно длительная программа, я могу про себя, например, сказать, у меня была острая лейкемия, и от начала диагноза до этого года, когда я наконец-то могла вернуться хотя бы как-то в нормальной жизни, прошло 6 лет, 6 долгих лет. Кошмар. Ну, и наверняка, конечно же, корона усугубила положение, и онкобольных уже у кого был диагностирован, и, в общем-то, развилась у кого-то, наверное. Да, да, конечно, и понимаете, вот вы упомянули то, что этот выбор, да, кто будет жить, и проблема в том, что у нас есть даже диагнозы или стадии, для которых вообще нету лечения. Они лечатся за рубежом, они лечатся в Европе, а у нас вообще они не лечатся, понимаете, понимаете, и врача, он знает, что вообще это излечимо, да, что вообще с меланомией четвертой стадии можно жить годами, а не там месяцами, да, меланомия еще хорошие случаи, да, там все-таки пациенты, организация пациентов все-таки сделала черные работы и добилась того, что там включились медикаменты, но есть диагноз или стадии, для которых эти лечения нет, есть, но их нету, и вот приходит пациент, и врач ему говорит, что ему делать, сказать, ты знаешь, вообще есть лекарства, но они дорогие, государство не оплачивает, или он говорит ему, ну, извините, уж у вас только палеотиво, палеотивный этот уход остается, и тогда все зависит от пациента, либо он вот достаточно душевно, морально сильный, чтобы идти искать информацию и не сдаться, и может быть ему повезет, и он найдет эту информацию, ему будет возможность, он, может быть, соберет пожертвования, и спасибо, спасибо людям, которые жертвуют, потому что, действительно, есть у нас такие компании, да, потому что новые медикаменты довольно дорогие, но бывают случаи, когда эти пациенты просто тихо умирают, хотя они могли бы жить, и в основном я думаю, так, государство нам компенсация, вот эту компенсационную систему медикаментов должна смотреть не так, как сейчас, ну, один год, да, мы там даем бюджет на один год, я считаю, что если мы смотрим на лекарства, и то, что касается онкологии, это должны быть хотя бы эти пять лет, потому что мы смотрим, что нам будет выгоднее, если мы смотрим в какой-то, ну, более длительное время, ну, да, логично, может быть, купить, вот, как бы, кажется, эти лекарства сегодня, они дорогие, но в течение пять лет там будет лучший результат в отношении лечения, человек сможет вернуться в нормальную жизнь, платить налогов, да, нормальная жизнь, у детей будет мама, папа, да, всё будет нормально, либо просто мы как бы тратим денег, и доктор Герине, да, она откровенно сказала, что мы лечим лекарствами неэффективными, понимаете, вроде бы что-то делаем, но смысла какого, большого нету. Ну да, получается, что вроде и деньги потрачены, и цель благородная, а всё бестолку, ну, тоже кошмарно. Да, потому что у нас нету даже регистра пациентов, рак, государство даже не знает нормально, сколько их, какие они, какие нужды, да, понимаете, конечно, трудно дать денег, не понимая основу, вообще не понимая основу. Это тоже большая, как бы, проблема, что нету этого регистра. Но вывод один, сфера бешено запущена просто в стране с этим. Действительно, пора что-то делать и приводить в порядок, и вкладывать деньги и влечения. Мы беседовали с представителем онко-альянса Арты Лац, речь шла о социальной компании «Рак нужно победить», которая стартует завтра. Арты, огромное спасибо, что нашлось время и возможность с нами побеседовать. Мы прощаемся, конечно же, желаем прежде всего здоровья вам и всем онкобольным и выдержки и тоже и вам, и родственникам, и близким, и знакомым. Всего доброго. У нас небольшая пауза, после которой мы вернемся с новым гостем. Представитель Министерства обороны нам расскажет, что такое происходит на улицах латвийских городов, почему слышны выстрелы, неужели нельзя было эти учения проводить где-то в другом месте.